здравствуйте сейчас 13 часов 2 минуты 26 февраля 2022 года дует сильный ветер солнечная погода над моим домом в сторону чернигово военный самолет и сейчас колонна военных машин российских оккупантов едет в сторону райцентра бывшего райцентра репки города репки чернивский район чернивской области многократно сегодня громыхала в моем селе за лесом стоят вот эти вот войска я вчера когда снимал видео думал что они драпают и уезжают назад россию оказалось что они тут под лесом оккупировались в селу в селе и на большом пустыре табором стали и сегодня я когда ходил в центр села в магазин видел как машина ездила такая вот бронированная большая ну как уазик но раза в четыре больше по размеру такой броневичок это не бтр я не знаю как называется я такие машины еще не видел за разукрашенная под цвет весенней или осенней травы сухой и на антенне сзади советском флаг советского союза красное полотнище с серпом и молотом так что эти оккупанты к сожалению не покинули территорию украины окопались под селом и ездят не под российским флагом от под флагом советского союза который распался в 1991 году путин хочет построить ссср 2.0 и стать пожизненным президентом этого новообразованного танками и оружием как бы государства и хочет править до конца своих дней пока его вперед ногами в гробу не вынесут и не похоронят в мавзолея рядом с лениным или вместо ленина вот такая вот шушра паскуда вот это кремлевская шизофреник и психопат единственное существо которое перебаламутило весь мир принесло горе и беду в соседнее государство и оккупировала белоруссию фактически белоруссия сдалась белоруссии сейчас де-факто уже нет как самостоятельного независимого государства и пытается покорить украину вчера огромная колонна вот этих войск и патр и танки и передвижные установки зенитно-ракетного огня и огромные машины уралы живой силой все это двигалось включенными передними белыми фарами и задними фонарями все это двигалось в сторону как я думал синьковки оказалось они тут у нас в селе табором стали ну может быть часть из них дальше поехала туда может быть соседних селах стоят в лесных может быть в сторону город не поехали бывшего райцентра теперь тоже город черниговском районе черниговской области и вот так вот они тут хозяйничают сегодня несколько военных без опознавательных знаков но в такой военной форме в местную сельскую школу заходили смотрели что это за школа что там есть и что она себя представляет естественно что здание пустой никого там не было может только сторож один был ходит тут хозяйничают не знаю там сельсовете уже сняли украинский флаг флажстока или нет я успел 24 числа сфотографировать украинский флаг фотографию для истории я надеюсь что этот флаг у нас на этом флаг штоке будет висеть вечно и никакие эти российские трехцветные тряпки или красные тряпки с серпом и молотом нам здесь не нужны нам не потрібно не потрібно насаждать русский мир мы вольна держава и мы не хочемо бути приглобно приглобными рабами как это было 300 лет под окупацией російськой империи мы хочемо бути вольными и независимыми гидными и достойными людьми а на рябами как это происходит на территории Российской Федерации где все народы подкорены и всем кирует Кремль из Московии из Московского княжества бывшего улуса Золотої Орды до побачения тримайтеся захищайте свою родную Украину дякую вам за мужность за стойкое противостояние российским загарбникам слава захисникам Украины слава героям Украины и слава вольной и независимой Украине до побачения до наступного в видео